здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева я продолжаю тему версии гибели юрия шатунова и начинаю я не так как планировала так так обычно и бывает планируешь одно получается все совсем по-другому я хочу начать со своей страницы контакте своей личке как я собирала весь этот материал начиная уже 4 июля потому что я в первой части вам сказала что обратила внимание на все это дело 27 июня как я активно подключилась к поиску версии гибели юрия шатунова я ни разу не поверила что это просто инфаркт просто от нервов вот ни разу не поверила и в общем-то собирая материал убедилась в этом не я одна очень многие зрители поклонники юры шатунов и не только поклонники такие же как и я не была поклонницей я другого поколения но тем не менее эта смерть очень очень ударила по нам по нам простым людям которые даже не имели отношения к ласковому маю не слушали его не были его фанатами не были поклонниками именно юрия шатунова но его смерть поразил очень многих заставила заниматься этим потому что видна некая несправедливость именно это заставляет возвращаться к этой теме потому что никто не проводит никаких следствий как будто так и надо то есть взяли убрали человек сожгли тело и все и тишина и сейчас огромное количество информации такое море информации она в основном фейковая она сделана специально я вам постараюсь объяснить в этой части или следующей если бы это все не поместится почему именно это так специально сделан этот бум потому что очень много интересных вещей которые попались мне на протяжении этих дней я как раз занимаюсь информацией я пересмотрела все возможные фильмы все источники все интервью перечитала статьи какие только можно было найти мне кажется я знаю теперь а юрия шатунова и больше чем кто-либо и и о том что с ним как мне кажется произошло не только мне я благодарю многих многих зрителей которые помогли мне с поисками и их версии я сегодня буду озвучивать потому что это не то что там мои именно версия это версии зрителей меня это радует что в общем то в стране очень много людей умных которых не так просто задурить головы несмотря на все технологии сми что называется технологии интернетовские и начинаю я со своей страницы 4 июня как я сказала вот допустим версия идет о том что в основном основная версия о том что плохое сердце плохое здоровье плюс еще сделал прививку и естественно все это сказалось все эти случайные смерти внезапные сердечные в молодом возрасте это именно прививка ну а у юры еще и тяжелое детство и и нервы и расшатанные нервы от судов с разином вот это основная версия который активно пиарится в интернете но а зрители пишут допустим под видео некого криминалиста юру убили вот так криминалист говорит это сердце а люди пишут и юру убили и дальше я делала скрины 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 многих комментариев и самое интересное все это конечно не поместится но самое интересное я вам покажу да по поводу вот этой вот этой футболки что я сказала в первом видео о том что здесь на этой вот сотами изображена и на ней был след я сказала лазерного луча мне сказали что в этой футболке он находился на концерте что это принт но согласитесь что даже принт пускай это не лазерный луч это воспринимается как лазерный луч это принт именно лазерного луча вот в середине соты и он находится по центру тела на солнечном на уровне солнечного сплетения в любом случае это не совсем нормально и казалось бы ну что здесь такого вот эта футболка но впоследствии про прошерстив интернет и опять-таки благодаря зрителям которые мне накидали массу интересных ссылок на видео на статье все это вот огромное количество времени я потратила чтобы это все изучить и я таки нашла некоторые интересные моменты например такие как костюмами шатунова занимался его директор аркадий кудряшов и соответственно этот костюм должен был что называется подогнать им тоже аркадий кудряшов то есть не сам шатунов вызвал себе концертные костюмы каким образом это могло быть вот допустим человек посмотрел на такую футболку и скажет слушай ну что-то что-то мне не нужно в этом выступать какая-то здесь вот красная метка что-то здесь не то вот просто даже интуитивно понимая что здесь что-то не то вот не надо с таким принтом выходить на публичный концерт на сцену каким образом юрий мог одеть эту футболку он был человеком с характером я говорю я проанализировал его личность это удивительный был человек да народ это чувствовал интуитивно сердцем душой а я уже сейчас будут ходить профессионально с точки зрения даже психология я проанализировал личность шатунова и благодаря этому и анализу в том числе и логике его личности многие много информация которую ему приписывают она отпадет только из-за того что именно личность такая то есть с ним какие-то вещи могли произойти какие-то вещи не могли произойти только из-за того что это такая личность вот такая уникальная личность вот с кем-то это произойдет а с ним нет но это будет позже значит сначала по деталям потому что дьявол кроется в деталях и так каким образом могла попасть эта футболка я очень сомневаюсь что он не обратил на это внимание он был индуит и он был развитый человек в плане саморазвития он занимался своим саморазвитием живя в германии когда он уехал отсюда будучи ну молодом еще возрасте создал там семью и он стал на правильные рейсы что ли здоровый образ жизни вел вот ему сейчас приписывают наркотики не было у него наркотиков нет ни наркотиков не алкоголя у него не было не получится сюда это приписать потому что смотреть надо сами интервью шутунова никто что о нем говорит какие-то блогеры а сами интервью вот я проанализировала эти интервью ну и статьи еще с интервью а больше всего конечно не обращала внимание на то что он говорит сам и вот такие эксклюзивные интервью слава богу есть в интернете да там у них бывает и мало вообще подписчиков вообще единицы просто какие-то но уникальные видео самого-самого его становления прям вот но вот с ребенка там с 12 лет что называется есть такие интервью где и можно проследить его жизнь как становление его личности у него был внутри очень твердый стержень крепкий стержень человеческий стержень это наверное дано богом действительно вот даже не природой потому что мама у него не справилась жизнью жизненной ситуации отец тоже оказался слаб а в нем вот такой оказался внутренний стержень который в общем то помог ему стать тем человеком как которым он стал любимцем многих-многих миллионов о котором об уходе которого горюют также миллионы и даже те которые не являлись его поклонниками фанатами песен этого стиля и так далее так вот по поводу этой футболки каким образом могло это быть еще раз повторюсь я не верю что он не обратил на это внимание зная всю эту кухню изнутри поскольку сама 20 лет на сцене отработала солисткой мосэстрады и что происходит гримерках и какая суета происходит перед выходом на сцену и там вот может все что угодно случится какие-то моменты нюансы зрители этого знать не должны они должны получить то зачем они пришли а все волнения артиста они остаются там гримерки как это могло быть допустим он готовит у него есть свой костюм или любимый бывает любимая даже одежда любимая какая-то футболка в том числе в данном данном случае у юры но и вот она есть и вот она должна быть вот пять минут остаются до концерта и вдруг с этой футболкой что-то случается либо ее не находит либо на нее там проливается какая-то краска либо она травмируется скажем от утюга там гладит и что-то ой ой сожгли и в этом выходить нельзя а до концерта остается просто вот ну вот считанные минуты надо срочно что-то предпринимать в этом случае да слушай ну вот у нас есть вот вот у нас есть подходящего смотри нормально нормально давай да ну чё ты тут вот ну другого выхода нет надо все выходить на сцену все значит одеваешь то что тебе предлагают если это было подготовлено то он одел это знаковый момент потому что такие футболки это ну четкая метка это знаковая метка и такие вещи просто не носят не одевают то есть ты сам себя как бы метишь нормальный человек а юра был умным человеком не просто нормально он был очень умным человеком тоже от природы даже нет может быть не от родителей от какой-то другой природы вот более глубокой природы он был очень умный и он не мог на это не обратить внимание он на все обращал внимание судя по его песням последним и по его интервью вот уже взрослого человека он на все обращал внимание у него не было мелочей это человек который скажем так он не зациклен на себе но на знаке он внимание все-таки обращал я так это увидела проанализировав его жизнь весь этот огромный пласт материала вот такое мне сложилось мнение это мое мнение я его никому не навязываю и так я считаю что эту футболку ему все-таки подсунули сказав что это суеверие все ерунда и нормально давай работа вот и кудряшов он занимался как раз костюмами значит это ему посоветовал или купил приобрел или заказал аркадий кудряшов вот из статьи о кудряшове как вспоминали участники группы кудряшов очень высоко ценил юрий называл его самым перспективным из участников ансамбля стал администратор крестным отцом артиста в 1990 году его неофициальным опекуном в семье кудряшовых жил юрий там певца принимали очень тепло и брат аркадий его мать вот он окружил его аркадий в том числе директор ласкова мая занимался созданием костюмов для выхода на сцену создавал образы участников он строго следил за своими режима юрием выполнением им уроков так что если это речь идет о кудряшове значит это он занимался костюмами и эту футболку с принтом с меткой лазерной он тоже предложил июрю для выступлений это я взяла из этой статьи причем видите свеженько 5 июля 2022 года это все о нем например обвиняли кудряшова в том что он добился полного разрыва певца с группы а также с разным стал единобластно контролировать всю деятельность шатунова но к этому человеку тоже надо обязательно приглядеться потому что именно он был последние минуты жизни вместе с юрием васильевичем соответственно если проводил следствие то он первый свидетель и его должны были показания обязательно все проверять но похоже что никаких следствий никто не возбуждал дело а он сказал что как вы помните а надо сразу помнить все что происходило по горячим следам потому что потом будут потерять информацию сказал что к врачам не имеет никакой никаких претензий собственно говоря почему ты кто врач ты как может это определять врачи сработали хорошо или не хорошо в чем дело почему так почему так вот никаких претензий дело не в претензиях дело в том что она произошла смерть человека известного человека поэтому надо разбираться очень тщательно почему она произошла они кремировать быстро тело и шито крыто поэтому почему аркадий тоже на этом настаивал на кремации говоря что юрий сам об этом говорил никто не верит что он сам говорил ни в одном интервью нигде юрий этого не говорил это говорит только вот аркадий кудряшов и якобы жена говорила но интервью жены нет вообще ни одного соответственно это кто-то говорит о том что кто-то говорит. Жены нет нигде. Ни жены, ни детей, ни одного слова от них нет. То есть им либо не дают ничего сказать, либо им нельзя ничего говорить. Вот такое складывается впечатление. Потому что эта ситуация тоже не совсем нормальная. Почему не показать жену и не дать ей какие-то слова сказать поклонникам Юрия Васильевича? В чем проблема? Похоже, что проблема есть. Получается, так. Это очень странно. Не учли этого, ребята. Не учли. Люди это заметили. Это не я заметила. Это заметили люди. Множество людей, которые пишут в комментариях об этом и которые мне в том числе об этом писали. Это заметил народ. Так что Аркадия Кудряшова надо тоже проверять его странное поведение в этой ситуации. Почему он не допускает, почему нет никаких интервью известий от жены? Почему? Почему так быстро, поспешно кремировали тело? Вопрос задают люди. Дело не в христианских обрядах. Хотя, как выяснилось в интервью о Юрии Шатуновой, его личное интервью, вот даже двухлетней давности, он придерживался каких-то христианских традиций. Может быть, он не, скажем так, не фанат был всех этих религиозных вещей, но тем не менее, и он их как-то придерживался. И нигде ни разу не сказано о том, что он хочет, чтобы его кремировали. Вот нигде ни разу не сказано. Поэтому все это очень-очень подозрительно. Почему следствие не обращает на это внимание и не возбуждено следствие до сих пор, непонятно. А если оно возбуждено, почему об этом тоже нет никакой информации? Она должна быть в СМИ. Похоже, что его нет, этого следствия. Значит, фанатам, возможно, надо тоже над этим поработать. Тем, кто, ну, кто юристы, кто понимает, как это дело завести. Именно народный, чтобы был народный контроль над этим делом. Нельзя это просто так спускать с рук никому. Здесь что-то нечисто. Ну, в этой статье еще написаны некоторые вещи. Может быть, это, конечно, напишут завистники или враги Кудряшова. Не знаю, вот еще тут. Как вспоминали участники, Разин взял на себя финансовые вопросы. Но участников проекта ему нередко не хватало времени. В отличие от него, второй администратор постоянно был рядом с ребятами. Ну, то есть Кудряшов. Обвиняли его впоследствии в том, что изначально он запланировал зарабатывать при помощи Шатунова. Вот еще такая интересная информация. Когда он стал продюсером Шатунова, говорили даже, что Аркадию удалось загимнотизировать Юрия, заставить парня забыть про всех друзей. Певец якобы стал зависимым от продюсера. Он доверял лишь мнению Кудряшова, слушал только его советы. Даже первый наставник Сергей Кузнецов стал персоной Нон Грата. С октября 1991 года началась соленая карьера Шатунова. Он оставил группу, а продюсером стал Кудряшов. Негатив называется бывшим коллеги Андрея Разин. Это запомните, что он отзывается негативно. Тот о нем отзывается негативно, этот о нем называется негативно. Это запомните, скажем так, этот игровой ход. Он сравнивает Кудряшова с исчадием ада. И Кудряшов сравнивает Разина с исчадием ада, делавшим все для полного разрыва Шатунова с группой. Обвиняет Разин Кудряшова и в назначении невероятно высокой платы за концерты и нежелание помогать кому бы то ни было. Но здесь чья бы мычала. Вместе с тем, у Юрия был конфликт с Разиным из-за попытки последнего присвоить имущество певца в Сочи. Так что вот у Разина, Разин пытался присвоить имущество певца в Сочи. Кстати, Разин там везде говорит, что он подарил там якобы апартаменты, везде это пишут, ничего подобного. Шатунов сам купил себе имущество в Сочи. А Разин грозился отнять. Это он говорил в одном из интервью, которое я просмотрела. То есть ранее старая еще пленка, пленка такая, ВХС пленка. Вот на нее было интервью именно в Сочи, где Юрий сам говорит, что Разин не только грозится у него отнять имущество, но и в принципе угрожает ему. Наберите в поисковике интервью Шатунова в Сочи, Юрий Шатунов, интервью в Сочи, 1992 год. Вот здесь он сам говорит о Разине, о том, как он ему угрожает, и о том, что он хочет отобрать у него вот этот дом в Сочи, который он сам приобрел. Разин ему ничего не дарил. Что врет он, Разин. Его слушать нельзя, он других интервью об этом говорит. Итак, в начале, сейчас пока про Кудряшова. В начале 90-х в прессе появились статьи про попытки экс-директора обидеть сироту. Кудряшов занял сторону Юрия, рассказал о просьбе Хразина помочь присвоить недвижимость Шатунова в Сочи. Разоблачение смерти артиста стало поводом для других скандалов. Но здесь вот еще какой-то Александр Герасимов. Пока не знаю, если он не присутствовал при последних минутах жизни Юрия Шатунова, то пока мы его убираем в сторону и им не интересуемся. Потому что на сегодняшний момент Аркадий Владимирович Кудряшов, он полностью комментирует во всех соцсетях Юрия Шатунова. На его страницах там рулит именно Кудряшов и отвечает всем именно Кудряшов. Ну и отвечает он сейчас все нормально и хорошо. Но у меня лично есть тоже к нему ряд вопросов. И один из главных вопросов это последние минуты жизни Юрия Васильевича. И, собственно говоря, последующая поспешная кремация. Вот это главные вопросы. И, в принципе, как говорил Глев Жеглов про пистолет, так это самая главная улика. А все остальное, все остальные разговоры можно оставить бабушкам на лавочках. Итак, я в этом смысле озвучиваю вопросы людей, народа. Вопросы Кудряшова, которые он не ответил. Также почему нет информации и интервью от вдовы. Это тоже вопросы Кудряшову. В интервью тетя Юрия говорила о том, что Разин Кудряшов и Юрий сам приезжали в дом и забрали все фотографии Юрия. Что Кудряшов не давал им общаться. Она это говорит в интервью. Это все есть в интернете. Вот нашла эту статью. По-моему, даже видео было. По жизни Шотанов идет вовсе не Сергеем Кузнецовым, а Аркадием Кудряшовым. Сначала молодой человек покинул группу «Мираж», взялся школьника опекать, а потом вовсе стал его продюсером. В середине 90-х Юра к нам приезжал вместе с Разином Кудряшовым. Сутки провели вспоминать тетя Нина Гавриловна Долгушина. Все фотографии Юркиного они у нас забрали. Да, Юра вообще родственной связи старается не поддерживать, не выдерживает двоюродный брат Саша. Ну почему? Юра-то хочет знаться, говорит тетя. Так Кудряшов его от нас изолировать пытается. Я сама к нему в Москву как-то приезжала. Свидетельство о рождении Юркина понадобилось. Так Кудряшов меня даже на порог не пустил. Сказал, что Юра на гастролях. Уверена, что соврал. А мы к нему в 97-м 2000-м в Сочи ездили, где он тогда постоянно жил. Так он нас даже домой не пустил откровенничать Сашу. В доме жили мать Аркадия и его сестра Юрка с ними. А что его с Аркадием связывает? Нет, вы меня неправильно не поняли. С девушкой у него все нормально. Общий бизнес связывает. В Сочи они вместе скутера продавали. Потом у них очень тяжелое финансовое положение было. Говорят, чечены на них наехали. На бабки посадили. Может, поэтому Юр и решил на сцену вернуться. Сам Кудряшов рассказывал, что после распада Ласка у Майя остался деньгами только Райзин. А ему с Юрой чуть ли не побираться пришлось. Никакой студии, сети, ресторанов в Сочи, как пишут газеты, у Юры нет. Ну и так далее. То есть то, что он не давал связываться с родственниками Шатунову, абсолютно точно это говорят сами родственники, свидетельствуют. Простые, простые люди. Так что Кудряшова вопросов очень много. Так, еще немного из скринов, из статей. По характеристике Юрия Шатунова, вот в одной из статей, его интервью, я хочу сегодня спеть для вас, потому что вы все такие же, как и я, обратился кумир 80-х, к зрителям. Только я в прошлом, а вы в будущем. Это в детских домах он пел. Администрация УФА и комитет молодежной политики вручили певцу благодарственное письмо. Певец тоже поспешил заявить. Несмотря на то, что мне приятна такая оценка, знаете, но делаю я это все не ради грамот, пою для вас, потому что знаю, что значит быть одному в целом мире, сказал Шатунов, пришедшим на концерт уфимским сиротам. Оказывается, экс-солист «Ласкового май» давно занимается благотворительностью, но не желает эту деятельность афишировать и делать пиар. Для своих маленьких друзей полконцерта певец отработал вживую и посоветовал детям учиться, учиться и учиться. Вот это характеристика Юрия. Он занимался тихоря благотворительностью, то есть не афишировал это, не делал из этого никакого пиара. Не секрет, что большинство детдомовских ребят попадают в тюрьму или идут работать на не очень хорошие места, поэтому у вас единственный выход учиться, чтобы не попасть. Так, еще интересно, у него спрашивают, со старыми друзьями общаешься? Спрашивали у Шуцунова. Нет, со старыми ни с кем, потому что они спились, а я не общаюсь с людьми, которые не могут контролировать свои действия. Это говорят о том, что Юрий обращает внимание на контроль над собой и своими действиями. Человек, который контролирует себя, это значит, у него есть оценка, самооценка. Он занимается саморазвитием, и он показал свои ценности, он показал опору, что в человеке главное, он это вот в этой фразе сказал, что он главное считает, что человек должен контролировать свои действия, он не должен спиваться. Вот еще он говорит о своих отношениях в самом начале с женщинами, уже будучи известным артистом. Быть женой артиста – это отдельная профессия. По возможности я сразу несусь домой, детей и жену на руки, сам занимаюсь домашними делами. Я хороший отец, дома делаю абсолютно все, и мусор выношу, и пеленки стираю, готовлю. Я даже операцию могу сделать, разрезать, зашить. Для меня это не составляет особых проблем. У меня были собаки, которые постоянно дрались, а торчащие куски мяса мне приходилось зашивать. Со своими детьми строги, запрещать ничего не надо, необходимо внятно объяснить, что в этом нет необходимости. Любой запрет возбуждает желание попробовать. Лично я начал курить в детском саду и курю до сих пор. Что поделать, не слушался маму. Как изменилось после рождения первого ребенка жизнь? Для меня это было глобальное событие, я по-другому стал смотреть на семью. Поменялось мировоззрение, восприятие, отношения, появилось понятие взрослости, ответственности. Я ведь очень хотела ребенка, я, кстати, присутствовала на родах от начала до конца. Вот, понимаете, он не похож совсем на своих родителей. У него чувство ответственности. И, по всей видимости, дала ему это чувство ответственности женщина Валентина, директор детского дома. О ней поговорил в следующих частях, потому что в этой опять не поместится все. Сейчас просто немного по характеристике Юры. Потому что многие даже не знают этих вещей, которые я вам сейчас показываю. Вот теперь о том, что ему пытаются приписать наркотики. Даже в моей группе написали под моим видео, что да наркотики. Понимаете? Вот, пожалуйста, без версий. Наркотики. Чего вы взяли, что наркотики? И либо от прививки. Вот так, даже в моей группе. Не понимают, кому это выгодно. Вот такие поспешные решения. Итак, я сталкиваюсь с проблемой наркомании постоянно. Многие мои коллеги, одноклассники, друзья, присели на наркотики. Меня лично это не торкает. Я, как и все, много пробовал. Но уверена, что 20 грамм водки ничем не отличаются от того, что ты вгоняешь себе в мозги белый прошок. Зато 20 грамм водки полезно, а наркотики лишают тебя всего. Как утверждает Шотунов, с Башкирией у него прочно связанные детские, возможно, не очень приятные воспоминания. В Уфе я сидела в детприемнике, когда меня сняли с поезда. Правда, в том же статусе побывал и в Мелиузе, и в Сирли-Тамаке, и в Салавате. Я постоянно убегал из интерната, узнавал мир. Через мою жизнь прошло 6 интернатов и детских домов. Абулакский детский дом Оренбургской области был первый. В Кумертау, правда, у родственников не гостил. Очень-очень давно. Если честно, я хотел заехать. Вот смотрите, он убегал, если ему что-то не нравилось. Вот такой характер. Шесть детских домов он сменил. Это еще все-таки Советский Союз, и система работала безотказно. Там все-таки еще была ответственность людей. Там не было ювенальной юстиции. И тем, кто вот сейчас пиарит тему педофилия, они, безусловно, были эти товарищи, никуда не делись. Они всегда были. Но они вынуждены были перегибаться и прятаться на тот момент. Чего не скажешь о 90-х годах, когда они в пышном цветом стали расцветать. Это да. Но тогда еще вот это все-таки система советская работала. И за детьми, чтобы дети не были беспризорными, за ними все-таки смотрели, их старались пристроить. Вот если ему не нравилось где-то, он убегал. И вот теперь по поводу родственников. Я не гостила у них очень-очень давно. Если честно, я хотела заехать после уфимских концертов. Но, к сожалению, обстоятельства изменились. Придется срочно улетать. И что же там изменились? Какие обстоятельства? Родственники говорят, что это Кудряшов не давал им общаться. Кудряшов и Разин отрывали его от родственников полностью. Они хотели полностью завладеть этим человеком. Что, в общем-то, глядя, зная Разина, если про Кудряшова мало какой информации, то Разин-то себя засветил. Он наговорил тут за много лет много чего интересного о себе самом. Поэтому то, что Разин как клещ вцепился в Шатунова, это видно сейчас просто как божий день. Как бы там ни было, но именно отказ родственников воспитывать шаловливого мальчишку сыграл решающую роль в судьбе Юры Шатунова. А так бы он прожил в деревне, пил горькую, колымил на чужих огородах. Ну, получается, все, что Бог не делает, все к лучшему в данном случае. Феномен Шатунова по происшествию лет выглядит четче, хотя сам артист любил повторять. Я знаю, что кумир нескольких поколений, но убей меня, Бог, не знаю почему. Вот не надо говорить, что убей меня, Бог. Нет, Бог никого не убивает. Вот он сам, он не стремился в шоу-бизнес, он от него не зависел, у него не было звездной болезни, у него не было наркотической, психологической привязки к сцене и вот к этому всему. И это его и спасло. Это люди в нем и ценят, и горюют именно по этим качествам. Он не сошел с ума от славы своей. Он сохранил свою непосредственность, детскость того мальчишку чистого, непорочного. Он сохранил в своей душе всю свою жизнь. Он пронес это через всю свою жизнь. Это люди знают и пишут об этом. И у меня, лично у меня, именно такое же, прямо такое ощущение сложилось после его гибели. Что почему такая горсть? Потому что чистый человек, кристальный чистый человек, который не просто сам по себе ушел из жизни, а есть ощущение, что ему очень хорошо помогли, очень хорошо готовились к этому. Об этом мы будем говорить в следующих частях, потому что здесь опять мне все не поместит. Ну да, и пишут, что ниша эта до сих пор пуста, и никто больше не смог повторить этот феномен. Хотя говорят, что, ну, подумаешь, это вот время такое было. Многие такие вещи говорят. Я просто сейчас пересказываю. Это огромное количество материала, которое я прочла. И мнения, разные мнения людей, которые пытаются снизить значимость Шатунова, его творчество, его как человека, принизить его. Но очень многие ему завидуют. И сейчас они просто как с ума сошли. Они просто завидуют. Даже смерть его завидует тому, как люди с ним прощались. Просто это невооруженным глазом видно. Какая зависть идет черная. Какая зависть у него была при жизни. И даже после смерти такая же зависть у них идет. Им этого никому, никому, ни одному этого не видать. Ни по кому так горевать не будут. Потому что он уникальный человек. И уникальность его совсем другого. И вы никогда это не разгадайте. Это народ разглядел. Народ увидел этот самородок, этот бриллиант. Его и называют бриллиантом, самородком. И я с ними полностью согласна. У меня такое же ощущение возникло, что потеря какого-то очень дорогого, близкого, родного человека. Это ощущение может быть только на очень глубинных уровнях души. Человеческого архетипа. Русского архетипа души. Вот на этой глубине все прочувствовали эту потерю. Поэтому это не просто смерть человека, известного. Нет, нет, нет. Здесь гораздо все глубже. И поэтому это спускать просто так нельзя. Люди, держите это все на контроле. Не забывайте, сейчас будут забалтывать это все дело. Поэтому такой вот говорят вброс. Да, успокойте там. Оставьте душу в покое. Вот оставьте душу в покое. А душа, возможно, хочет тоже разобраться, кто ее отправил. Раньше срока на тот свет. Поэтому сейчас вот таких провокаторов будет очень много. Вот комментарий, который подтверждает мои слова. «Посмотрела несколько интервью разных лет. Из года в год Юрий Шатунов становился старше, мудрее, менялся голос. Видна была внутренняя колоссальная работа души и сердца, превращаясь в сильного, честного, красивого мужчину, сохраняя при этом удивительную порядочность, доброту, светлую душу мальчика Юры Шатунова. Светлая память прекрасному человеку». В завершении этого видео хочу сказать, что несколько дней назад появилась вот такая в интернете картинка. То есть это украденная моя картинка, которую я сама делала в фотошопе. Причем делала вот неаккуратно, там подрезала, торопилась. Вот прямо ее так и взяли, заменили часть 1 на часть 2. И масонский след, слово, заменили на вот стрим номер 6 Юрия Шатунов. И у него там очень мало подписчиков. Человек с акцентом говорит, он, видимо, не в России шлют, не русский. Не знаю, может, на Украине, может быть, еще где-то. Ну и там он, значит, из себя психолога. И он весь фильм посвящен тому, что Юрий умер от слабого сердца, от больного сердца, что он был больной. Вот это вся версия, которая пропихивается. Вот почему-то упер мою картинку. Вот она у меня в фотошопе. Я говорю еще раз, что здесь даже делаю я неаккуратно. Какие-то вещи, вот, пожалуйста, я убираю. Вот, видите, у меня огрехи есть. Просто взяли и украли мою картинку. Для чего это делается? Это значит, что они понимают, что версия моя, возможно, имеет место быть. Поэтому надо ее разбить, увести в сторону внимания зрителей. Вот они увидят картинку, которая такая же, только написана вторая часть, и все. И там говорит какой-то мужик какую-то ерунду. То, что я говорить не буду. То есть они уже вот как паразиты, они мимикрируют, они подстраиваются, даже картинки уберут. Хотя он мог сделать что-то другое, взять другие фотографии. Фотографии полно в интернете. Сделать что-то свое. Нет, надо было взять, именно заменить первую часть на вторую часть. И здесь вот это слово «масонский след» они закрыли. Значит, их испугал вот это слово «масонский след». Значит, все верно. Верным путем идем, товарищи. Что раз даже уперли картинку. Мы будем продолжать расследование гибели Юрия Васильевича Шатунова. И это дело народное. Это дело непростое. И надо обязательно разобраться в этом вопросе. И это касается не только уже судьбы самого Шатунова. Это касается нас всех. Это важно для нас всех. Это борьба добра со злом. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. Подписывайтесь на мои каналы. Ссылки в описании. Если где-то адрес почты, говорят, не подписывайте, пишите в Телеграм, в личку, пишите в ВКонтакт, в группы. И где-то я все равно увижу ваше сообщение. Продолжение следует...